И еще одно дорожное происшествие. В Астане легковая машина влетела во двор и буквально протаранила жилище. В это время в доме находились трое маленьких детей. Водитель в больнице в тяжелом состоянии. Теперь глава семейства не знает, кто оплатит ему ремонт жилища. На первый взгляд может показаться, что этот дом идет под снос, если бы не запчасти автомобиля, разбросанные по всей территории. В минувшие выходные легковая машина протаранила жилище Каиргильды Респекова. В ту злополучную ночь главы семьи дома не было. А свидетелями ужасающей картины стали дети, троим из которых нет и десяти. Паника. Дети кричат, плачут. Я не знаю, что делать. Я не могу. Я не знаю, что делать. Я беру телефон сразу. Сразу говорю, сестренке, звони полицию. Машина просто разбита, помята полностью. Водители зажаты. Это видео было снято детьми сразу после столкновения. От такого сильного удара переднюю часть автомобиля просто разорвало на части. 29-летний водитель сейчас в тяжелом состоянии, а 27-летний пассажир скончался. Чудо, что в доме никто не пострадал. Комната старшего сына. У нас там компьютерщик. У него стол здесь стоял. Компьютеры, ноутбук. Он вышел печку посмотреть. И в этот момент через минуту удар. А если бы сидел здесь, то не знаю, что с ним было. По предварительным данным водитель не справился с управлением. Проводится досудебное расследование по факту данного ДТП по статье 345, а именно нарушение правил дорожного движения или эксплуатации автотранспортом, повлекшее по неосторожности смерть человека. А пока выясняется, был ли водитель трезвым, семья Распековых вынуждена жить в полуразрушенном доме. Сейчас они решают, с кого им взыскать ущерб. Арай Тимирханова, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Астана.